Продолжение следует... Знакомство с изделиями Нижегородского завода «Транссигнал». Сегодня в наших планах рассмотреть общее устройство стерилизаторов СПВА-75 и СПГА-100. Начнем, наверное... В процессе мы основные узлы рассмотрим. Затем рассмотрим схему подключения стерилизатора к электросети, к защитному заземлению, к канализации вода. Разберем неисправности, которые можно проверить, не снимая, не демонтируясь со стерилизатора. Ну и некоторые моменты по регулировке основных элементов, с которыми приходится часто встречаться. Начнем, наверное, со стерилизатора СПВА-75. Основными элементами любого стерилизатора у нас является вертикальная стерилизационная камера и парогенератор. Выполнены единой конструкцией из нержавеющей стали. Имеется крышка стерилизатора, которая через уплотнительное кольцо из термостойкой резины создает герметичность в стерилизационной камере. Дальше рассматриваем, значит, также наверху у нас находится отверстие для залива дистиллированной воды. Вот, в парогенератор через обратный клапан. Для чего здесь расположен обратный клапан, мы рассмотрим чуть позже. Значит, ну, перейдем, наверное, в начале, раз нам все перед глазами, к электрическим и электронным узлам нашего стерилизатора. Значит, основные ввод электропитания у нас происходит через автоматический выключатель, который находится на правой боковой стенке. С него подается напряжение уже на платы управления нагревательными элементами. Здесь у нас расположены электронные ключи управления тенами. Рядом находится плата электронных ключей управления электромагнитными вентилями, клапанами. Затем плата датчиков уровня воды и, конечно, мозг стерилизатора – это плата контроллера. На передней панели также находятся два мановакуум-метра, которые показывают давление в стерилизационной камере и в парогенераторе. И панель управления. По кнопкам мы чуть пройдемся позже. Значит, на самой стерилизационной камере и парогенераторе у нас расположены датчики уровня воды. Ну, верхний датчик, нижний датчик. И термопреобразователь или термодатчик парогенератора. Здесь, под этой панелью находятся нагревательные элементы, которые встроены в парогенератор. Три нагревательных элемента. Ну, вот здесь мы видим все исполнительные устройства стерилизатора. Начнем, наверное, с предохранительного клапана, который предназначен для сброса избыточного давления в случае аварийной ситуации. Затем у нас имеется четыре... На данной конструкции SPVA-75 у нас есть четыре электромагнитных клапана. Ну, начнем по порядку. К1 находится в самом низу стерилизатора. Предназначен он у нас для подачи воды в ижектор, то есть для водоструйный насос для создания вакуума в стерилизационной камере. К2 самый такой главный клапан, который работает в самом тяжелом режиме. Через него идет сброс пара. Ну, и, естественно, он при импульсных препульсациях, при удалении воздуха часто включается, на него подается напряжение, то есть тяжелый режим создается не только температурой сбрасываемого пара, но и его множественными действиями во время цикла стерилизации. Значит, клапан сброса защищен у нас фильтром сетчатым, чтобы в арматуру не попадало какие-то остатки стерилизуемого материала, хотя там мы с вами поговорим, там есть у нас еще фильтр внутри камеры, но, тем не менее, стоит еще перед самим клапаном фильтр. Когда мы будем с вами говорить про техническое обслуживание, он подлежит техническому обслуживанию не реже одного раза в квартал, то есть мы должны его вскрыть, посмотреть, почистить сетку при необходимости. От обратного давления, то есть чтобы не было подпора из канализации и попадания воды, водопроводной воды, у нас стоит обратный клапан, который также предназначен для защиты К2. К3 клапан, с помощью которого у нас попадает стерлянд, то есть пар в стерилизационную камеру. Вот. Все соединяется через трубопровод, парогенератор и стерилизационная камера. Здесь стоит тройничок, куда идет ответвление на манометр. и на клапан К4. Клапан К4 – это клапан подачи воздуха по окончании цикла, или клапан выравнивания. Вот. Здесь у нас стоит бактерицидный фильтр, который пока не установлен. Ну вот. Все четыре клапана мы с вами рассмотрели. Я упоминал обратный клапан, который стоит для залива. Значит, для чего он у нас здесь находится? При избыточном давлении в парогенераторе он закрыт, и то есть не происходит выброса пара в заливное отверстие. И перед тем, как заливаем мы дистиллированную воду, сбрасывается пар из парогенератора через стерилизационную камеру. И тогда у нас свободно имеется возможность долить воду в парогенератор. Здесь же находится кран слива воды из парогенератора. Для чего он нужен? Ну, им мы пользуемся только в случаях технического обслуживания для слива воды, из парогенератора. Ну, здесь же мы на задней стенке видим концевой выключатель положения закрытия дверей. О его регулировке мы поговорим в теме, когда будем говорить основных регулировок, с которыми нам приходится сталкиваться. Здесь также, как я уже упоминал, предохранительный клапан. Его устройство мы разберем. выключатель мы разобрали. Ну, и вот такой есть еще у нас один кран, который необходим в аварийных ситуациях для сброса избыточного давления из стерилизационной камеры. Вот. Поэтому о нем надо не забывать и при вводе в эксплуатацию говорить операторам, которые работают на стерилизаторах. основные устройства. На крышке стерилизатора у нас имеется ручка, штурвал многооборотный для запирания двери. устройства, которые блокируют открытие крышки при любом давлении. Ну, и отверстия для технологической отверстия для ввода датчиков, термодатчиков при испытаниях стерилизатора. Вот основные значит элементы стерилизатора SPVA-75. Ну, посмотрим на наш стерилизатор SPVA-100. значит много у нас элементов похожих, поэтому сейчас мы в основном остановимся на отличии и расположении. Значит, из отличий, если на вертикальных стерилизаторах у нас называется крышка стерилизационной камеры, то на горизонтальных это дверь. Вот. Можно посмотреть вовнутрь. Здесь у нас находится отверстие слива конденсата и сброса пара, в котором находится сетчатый фильтр. Такой же сетчатый фильтр находится в стерилизаторе SPVA-75, про который я говорил, но он находится внизу камеры. Вот. Его тоже периодически, ну, больше это, значит, на медицинском персонале, чтобы следить за его очисткой, чистотой. Вот. Значит, в камере еще устанавливается такое из нержавейки изделие, чтобы, ну, медицинские биксы не ставить непосредственно на камеру. И оно прикрывает отверстие фильтра. Термодатчик находится у нас здесь. Он защищен от механического повреждения. Он стоит, значит, в нише такой. А вот в 75-м стерилизаторе, там, чтобы не повредить датчик температуры, там должна быть подставка. Стерилизатор без этой подставки использовать категорически за причину, потому что мы можем вывести из строя термопреобразователь. Вот. Ну, так же, как на любом стерилизаторе, у нас есть панель управления, мановакуметры, которые показывают давление в парогенераторе и камере. Вот. Устройство контроля блокировки двери. Если дверь не закрыто, устройство не сработает, значит, у нас нет разрешения на запуск стерилизатора, то есть программа не запустится. Значит, парогенератор здесь, в отличие от СПВА-75 он находится отдельно. То есть две конструкции стерилизационная камера и парогенератор, они отдельные элементы, не сварные. И через трубопровод и клапан парогенератор соединяются со стерилизационной камерой. Здесь находятся два датчика уровня воды в парогенераторе, предохранительный клапан, нагревательные элементы и термодатчик, термопреобразователь парогенератора. Здесь у нас дальше идет электрическая и электронная схема управления, так же, как и на СПВА-75. Питание у нас подается через защитный автомат и уже здесь распределяется по фазам. Основное питание у нас осуществляется через 220 вольт, то есть используется питание рабочего нуля, рабочего нуля и одной из фаз. Значит, это ключи клапанов электромагнитных. Здесь у нас вот какое отличие. Значит, у нас есть дополнительный клапан, клапан, который необходим для залива воды. Вода заливается сюда из емкости, которая крепится, ну, пока не установлена она. Емкость крепится на задней стенке. когда мы будем с вами о монтаже говорить, мы еще раз вспомним это. И из нее через клапан К1 заливается вода в парогенератор. Вот здесь дополнительный клапан, поэтому здесь вот плата расположена дополнительная с еще одним клапаном. Плата датчика уровня воды и плата контроллера. Здесь как бы а, ну, вот еще основное отличие, ну, может быть не основное, но отличие стерилизатора SPGA100 от SPGA75 это наличие датчика давления. Вот он у нас расположен на стеночке, крепится и по трубкам соединяется со стерилизационной камерой. Вот он находится здесь. посмотрим на правые открытые панели что расположено у нас с правой стороны нашего стерилизатора. начать ну, начнем по порядку клапан КАД-1 для залива воды я уже вам о нем рассказывал значит здесь у нас расположен струйный насос эжектор здесь обратный клапан который выполняет те же функции что и на SPGA75 чтобы не попадало не было подпора с канализацией и водопроводной воды вот клапан КАД-2 фильтрующий фильтр грубой очистки клапан КАД-3 подача пара в стерилизационную камеру и клапан для залива вот он клапан для залива то для эжекции клапан а это для залива воды в парогенератор также здесь стоит обратный клапан который в случае избыточного давления в парогенераторе не дает чтобы давление попадало в клапан вот и при дает возможность потому что вода самотеком поступает из бачка поэтому в отсутствие давления свободно открывается клапан и заливается вода в парогенератор здесь стоит вентиль не вентиль а кран слива воды с парогенератора в случае необходимости то есть при техническом обслуживании или замене тенов вот клапан аварийный для сброса избыточного давления с камеры вот что я вам показывал термопреобразователь датчик температуры вот он стоит у нас на камере вот так что еще можно здесь показать вам ну все значит смотрите шланги для сброса избыточного давления из камеры при аварийном ситуации и сброс избыточного давления с предохранительного клапана оно все выводится на заднюю стенку то есть так же как и в СПВА 75 вот шланги выводятся здесь вниз то есть это в целях безопасности чтобы никто не попал под там еще шланги закрыты у нас растекателем чтобы под прямую струю нашего сбрасываемого избыточного давления здесь мы с вами поговорили об расположении основных услов узлов и элементов гидравлической схемы назначение так узлов и блоков платы ну теперь мы перейдем вот к монтажным работам что мы должны сделать прежде чем запустить стерилизатор в работу значит все наши стерилизаторы идут в упаковочной таре значит сам стерилизатор к поддону крепится в четырех местах болтами так же как и СПВА и СПГА-100 значит при получении стерилизатора при первичном его осмотре надо обращать внимание на то чтобы тара была не повреждена кроме того на упаковке СПВА-75 есть два маяка которые в случае удара или наклона его чрезмерного они срабатывают и уже при после доставки стерилизатора в лечебное учреждение можно определить что он где-то тара была сильно наклонялась переворачивалась или был какой-то удар вот 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 ну как откручивать саморезы я вам рассказывать не буду убираете значит защитная тару убираете освобождаете стерилизатор от подставок ну 75 у нас он непосредственно ставится на покрытие пола вот а для СПГА-100 есть в дополнительной комплектации подставка ну конечно лучше рекомендовать заказчику брать в комплекте с подставкой почему потому что изделие тяжелое раз затем для более удобного обслуживания стерилизатора то есть он стоит как для оператора он стоит на уровне рабочей удобной зоны скажем так это и управление это у нас здесь удобно и ну оператору удобно ставить биксы или если в пакетах стерилизует значит корзины тоже которые идут в дополнительные комплектации ну а нам инженерам удобнее конечно его обслуживать ну вот примерно рабочая высота как он сейчас стоит у нас на приспособленной подставке вот примерно он на такой высоте и есть то есть не надо приседать ложиться под него удобно обслуживать и ремонтировать данное изделие распаковали значит теперь мы должны подключить стерилизатор стерилизатор к водопроводу и канализации значит в зип каждого стерилизатора есть комплектующие которые ну необходимы для подключения канализации и водопроводной воды вот ну есть у нас еще сейчас разработан нашими специалистами комплект монтажных частей для стерилизатора куда входят необходимые комплектующие для монтажа монтажных осуществления монтажных работ стерилизатора вот как видите резиновые армированные шланги шланг для холодной воды разные фитинги тройнички уголки значит хомуты даже фум лента здесь резиновое уплотнение для стока канализационной воды муфта резиновая ну как видите гофра бокс для автомата и сам автомат то есть не приходится нам бегать искать все это вот 20 наименований которые входят в данный комплект а вот здесь у меня есть если можно ближе покажите это комплектация уже штат штатная идет в зипе стерилизатора как видите как видите здесь у нас есть это для все тоже необходимое фильтр для холодной воды гайки гайки чтобы законтрить гайки законтрить штуцер ниппель вот все это как бы идет непосредственно со стерилизатором вместе но я вам расскажу что еще конечно есть у нас изделие парогаситель которые устанавливаются непосредственно на сам стерилизатор значит в ветку сброса пара для чего он предназначен этот парогаситель ну вы понимаете уже само слово парогаситель он изменяет температуру сбрасываемого пара так как конденсирует пар с помощью холодной воды так как сейчас очень много канализационных труб используется из пластика и чтобы не было проблем не было деформации то есть разрушение этих канализационных стоков ну вот есть парогаситель он работает от сети переменного тока 220 вольт в частности вот на спга 100 есть розетка которая предназначена если используется модуль циркуляции для стерилизатора модуль который используется если мы должны понимать что эжектор должен работать при каком-то минимальном давлении ну у нас оно как бы ограничено давлением от 1,6 ну 2 2 атмосферы и до 6 вот если же в помещении где давление ниже 1,6 конечно создать вакуум в камере это проблематично есть модуль который вот как раз он для спга 100 ставится на подставочку и есть розеточка также в эту розетку можно включать и парогаситель ну и о чем я говорил на спга 100 у нас навешивается бачок для залива воды в парогенератор вот три отверстия через которые крепится в бачок и соединяется шлангом через штуцер и хомут вот вот сразу за одну раз здесь мы вот сброс пара из предохранительного клапана и аварийного крана вот как я говорил стоит рассекатель и в случае аварийного сброса пар уже бьет не струей а разбивается и уже не струйно так если можно выразиться сползает вниз вот значит мы с вами поговорили о подключении ну здесь то же самое для спва 75 тоже те же функции но единственное могу сказать что если стерилизаторы не используются для стерилизации с с вакуумированием то есть это в аптеках лабораториях там то воду конечно можно не подключать поставить заглушку и об этом забыть вот ну теперь перейдем к подключению электропитания стерилизаторы наши питаются переменным напряжением 380 вольт значит трехфазное напряжение вот здесь без вилки у нас трехфазное напряжение и нулевой провод значит смотрите особое внимание хочу обратить на подключение нулевого провода даже это прописано бирочка стоит на кабеле когда вы получите новый стерилизатор что обязательно чтоб был хороший ноль то есть надо проверить подводя подводящий ноль посмотреть и естественно надежно подключить ноль нулевой провод уже в автоматическом разрывателе имею сам горький опыт при вводе в эксплуатацию вот стерилизатора ВК-75 был у меня случай на вводе был алюминиевый провод и при включении стерилизатора он отгорел и то есть если отгорает пропадает нулевой провод то у нас в первую очередь сгорают схема которая питает нагревательные элементы вот стоят защиты варисторы если более длительное время так он может подгореть но если он почернел он уже потерял свои свойства физические поэтому в таких случаях только он подлежит замене а если чуть воздействия ну вы понимаете если оборвался нуля значит у нас уже вместо 220 здесь присутствует 380 вольт и его просто разрывает от перенапряжения ну так работает защитный варистор вот поэтому при вводе в монтажных работах обязательно особое внимание уделять подключению нуля вот ну естественно как и любой стерилизатор он подлежит заземлению заземление у нас видимое то есть мы это прописано в правилах эксплуатации что оператор каждое утро должен проверять клеммы на заземлении как у защитного заземления как на самом стерилизаторе так и на шине заземления вот смотрите у нас в лаборатории здесь вот сейчас мы подключили стерилизатор чтобы показать некоторые моменты для вас все он у нас как положено заземлен через шину заземления все это как бы он у нас даже для демонстрации и то мы выполняем требования техники безопасности вот поэтому просьба рекомендации обязательно обращать значит на нулевой провод и на заземление это в конце концов здоровья и жизнь обслуживающего персонала поэтому от того как вы проведете монтаж будет зависеть дальнейшая эксплуатация этих устройств ну вот все мы значит подключили с вами электропитание защитное заземление канализацию водопроводную воду ну теперь нам можно и включать стерилизатор ну для начала мы конечно должны ознакомиться с органами управления и сигнализацией стерилизатора начать мы имеем ряд кнопочек и индикаторов ну и цифровое табло начать начнем с кнопки выбора режим кнопка выбора режим перед запуском программы и просмотра заданных параметров режима во время выполнения программы нажатие сопровождается коротким звуковым сигналом то есть если мы выбираем какой-то режим нажимаем кратковременно и у нас происходит выбор режима вот пять режимов у нас имеется кнопка пуска программы по заданному режиму нажатие сопровождается коротким звуковым сигналом работа кнопки блокируется при открытой двери или если это 75 стерилизатор крышки стерилизатора или при сбросе пара то есть если мы кнопка сброс пара то кнопка стоп ой пуск у нас блокируется кнопка стоп кнопка принудительного прекращения процесса стерилизации и перевода программы в исходное состояние нажатие сопровождается коротким звуковым сигналом вот кнопка сброс пара это кнопка принудительного выпуска пара нажатие которой сопровождается коротким звуковым сигналом работа кнопки блокируется при открытой двери или крышке стерилизатора и после запуска программы на спва 75 надо запомнить это потому что сталкиваемся с тем что многие многие ну не знают что при залив для залива воды в парогенератор в режиме стоп то есть стерилизатор у нас в исходном состоянии стоп мы нажимаем сброс пара чтобы долить до срабатывания датчика верхнего уровня то есть чтобы у нас не образовался воздушный затвор вот в системе залива воды мы должны открыть клапана подачи к2 к3 вот через которые соединяются трубопроводы парогенератора и это сбросов канализацию значит кнопки температуры c и минуты кнопки для свободного ну то есть ручного программирования по температуре значит ну обозначение температуры до появления звукового сигнала на нижнем табло цифровая индикация высвечивает значение температуры в парогенераторе то есть если у нас стерилизатор запущен в работу идет какой-то выбранный цикл при нажатии кнопки температуры до звукового сигнала на нижнем табло у нас будет высвечиваться температура в парогенераторе то есть как бы такая функция очень полезная при диагностике стерилизатора кнопка минуты в процессе выполнения цикла на стерилизаторе SPGA 100 при нажатии кнопки минуты на верхнем табло цифровой индикации высвечивается показание абсолютного давления в стерилизационной камере то есть то же самое что мы кнопкой температуры могли дополнительно отслеживать температуру в парогенераторе то кнопкой минуты то есть когда в рабочем режиме у нас стерилизатор мы можем отслеживать давление в стерилизационной камере также на верхнем табло так кнопки со стрелочками да это кнопки для корректировки температуры и времени при свободном то есть ручном программировании нажатия сопровождается коротким звуковым сигналом то есть нажали отпустили применяется значит кнопка которая стрелочка влево применяется при запуске режима подрыв предохранительного клапана кнопочка которая направлена у нас вправо после окончания режима при отрицательном давлении в стерилизационной камере данная кнопка служит для выравнивания давления в камере с атмосферным время работы 5 минут либо остановка нажатием кнопки стоп то есть ну сейчас попробую вам это продемонстрировать вот ну вот нажали если слышали щелчок это у нас сработал клапан выравнивания то есть вот 5 минут он будет стоять чтобы в камере выравнивалось давление или кнопочкой стоп мы его отключили но подрыв предохранительного клапана мы запустить показать я вам не могу потому что у нас не залито вода в парогенератор для подрыва предохранительного клапана необходимо предварительно залить воду в парогенератор и после этого ну он сейчас по идее должен у нас уйти в ошибку зажимается кнопочка стрелочкой влево и включается сетевой выключатель вот он включился на нагрев и кнопкой пуск он должен запуститься видите у нас ушел в аварию так как у нас по нижнему датчику уровня воды так как у нас отсутствует вода в парогенераторе кстати сейчас вот мы пройдемся по светодиодным индикаторам что о чем они нам говорят если видите уровень воды минимум светится вот поэтому есть уровень максимум то есть вот я только что говорил что как заливается вода в стерилизатор из пва 75 до верхнего уровня как он нижний должен погаснуть уровень а верхний загореться значит индикаторы выбранного режима работ режим 1 режим 2 режим 3 4 и 5 да пятый режим это проверка герметичности видите мигающий индикатор открытия двери то есть если у нас дверь открыта индикатор мигает если мы закрываем дверь он гаснет вот ну и индикаторы этапов цикла стерилизации то есть нагрев стерилизатора удаление воздуха значит прогрев стерилизатора или наполнение стерилизационной камеры паром этап стерилизации удаление пара ну и окончание по окончании раздается звуковой сигнал и загорается индикатор вот значит мы уже разобрали некоторые функции кнопок еще по функции кнопок в состоянии стоп кнопка ну это алгоритм работы кнопок необходимо знать для чего для того чтобы вам проще было диагностировать какие-то неисправности или правильно обслуживать стерилизатор вот поэтому вот смотрите если мы нажимаем в состоянии стоп кнопку сброс пара так не хочет а у нас дверь открыта сейчас если закрыть дверь то все у нас получилось начать если у нас стерилизатор находится в состоянии стоп кнопка сброс пара это включение сброса пара это включается клапан к 1 к 2 к 3 и к 4 это в больничном режиме то есть 2 3 4 выбранные режимы в этом режиме включается 4 этих клапанов или к 2 к 3 к 4 которые на спва 75 все клапана если мы включили выключается обратным нажатием кнопки сброс пара или нажатием кнопки стоп при открытии двери крышки во время сброса пара к 4 остается открытым и выключается нажатием кнопки сброс пара кнопка пуск запуск программы блокируется при открытой двери или крышки и при сбросе пара кнопка стрелочка вправо как мы уже с вами говорили включает принудительно клапан к 4 то есть для выравнивания при необходимости снятия разрежения в стерилизационной камере блокируется при сбросе пара прерывается при запуске программы или при включении сброса пара но все вот эти вот как бы действия ну вам дают какой-то понять алгоритм работы стерилизатора кнопка режим выбор требуемого режима мы уже с вами говорили об этом вот как вы видите индикатор режима он у нас переходит с каждым нажатием раздается звуковой сигнал кнопки температуры и минут служат для зада задание требуемого параметра вот допустим в первой программе мы нажимаем кнопочку так стоп а вот все пошел нажали кнопочку температуры и стрелочками выбираем нам необходимый режим если так все выходим нажимаем минуты да все теперь можем программировать необходимое время вот пошли вниз 10 выставляем запрограммированный режим 121 градус 12 минут все выходим если мы удерживаем кнопку минуты до звукового сигнала вот то мы входим решим установки даты вот у нас есть 10 0 3 мы можем устанавливать сегодня там какое число год 23 все ну и выходим кнопкой температуры мы можем просмотреть удерживая до звукового сигнала мы видим температуру стерилизационной камере и в парогенераторе ну видите парогенератор у нас без воды также ну где-то примерно одинаково что температура в стерилизационной камере что в парогенераторе все вернулись обратно вот ну и кнопкой цикл мы можем просмотреть протоколы ну протоколы они у нас запис все записываются в память 21 протокол и его можно вывести посмотреть температуру время и если есть ошибки то можем аварийные ситуации мы можем также просмотреть в протоколе в протоколе температуре температуре вот ну теперь поговорим о режимах стерилизаторов перечень перечень основных режимов стерилизатора это вот то что мы видим на у кнопки режим индикаторы это значит начнем с спга значит у нас первый режим это температура начать от 105 градусов и до 134 да это применяется обработка изделий медицинского назначения без вакуумирования камеры с постепенным сбросом пара после обработки после обработки параметры режима устанавливаются оператором то есть программируется вручную режимы 2 3 4 это у нас стерилизация изделий медицинского назначения с вакуумированием камеры параметры этих режимов они фиксированы то есть жестко запрограммированные и их изменять нельзя значит программа 2 это у нас режим 121 градус время 20 минут режим 3 126 градусов 10 минут и режим 4 и режим 4 в основном на нем все и работают это режим 134 градуса 5 минут ну и на изделии СПГА-100 пятый режим который называется вакуум-тест ну я думаю что ничего нового не скажу что вакуум-тест это тест который проверяет на удаление стерилизатора на удаление воздуха и проникновение пара в стерилизуемый объект то есть что он из себя представляет это такой набор бумаги между где в середине находится индикатор который должен окраситься равномерно по всей он как звездочкой там снежинкой его называют вот ну в общем здесь у нас имеется вакуум-тест чего на стерилизаторе SPVA-75 такого режима нет вот ну там есть немножко другой режим сейчас я о нем скажу смотрите после нажатия последовательное нажатие кнопочка влево кнопочка вправо цикл минуты мы можем включить дополнительные режимы вот сейчас попробую продемонстрировать вам так значит последовательно набираем переходит вручной и в зависимости от выбранного режима у нас есть дополнительные программы в частности на SPGA-100 третий режим программа 3 вот светится индикатор режима и вы видите на табло 134 градуса 3 с половиной минуты это тест бои дика вот если же мы выберем режим 2 то это будет стерилизация изделий медицинского назначения с вакуумированием камеры параметры режима задаются оператором вот сейчас стоит 110 градусов 180 минут но мы можем изменить как вы помните там это если выбираем первый режим то здесь у нас тоже с вакуумированием уже идет не как если без дополнительных режимов то здесь фиксированный режим но с вакуумированием вот вот так выбираются дополнительные режимы по это посредством набора последовательного нажатия кнопок ну а если говорить о 75 у меня не подключены к электропитанию то в стерилизаторе 75 также мы выходим в дополнительные режимы последовательным набором кнопок но там они отличаются дополнительные режимы если вы знакомы с режимом обработка текучим паром это применяется у нас в стерилизаторе SPVA 75 это для лабораторных там исследований все там температура 101 градус плюс 3 градуса вот в этих пределах температура избыточного давления в камере нет и вот на первом режиме вот такой у нас дополнительный режим при выборе ну а на втором режиме это я рассказываю для SPVA 75 потому что я повторяюсь он не подключен у меня я не могу продемонстрировать вам второй режим это тест бои дика здесь у нас значит на тест бои дика на третьем режиме а на 75 SPVA 75 он будет у нас выбираться на втором режиме вот ну это то что можно рассказать было о назначении индикаторов кнопок программы какие можно выбирать как входить в режим подрыва предохранительного клапана при необходим но назначение дополнительное скажем так назначение кнопок температура минуты цикл вот то что мы можем в различных режимах то есть в режиме стоп или в режиме работы выбрать необходимые нам показания на табло так ну скажем теперь мы можем так как мы уже определились с вами подключили стерилизатор ознакомились с режимами ознакомились с пультом управления ну наверное можно переходить уже к включению стерилизатора и проверить его на рабочем режиме да вот ну при вводе в эксплуатацию естественно необходимо провести тест бои дика про который я говорил термометрирование то есть заложить максимальный термометр в камеру заложить индикаторы химические контрольные и провести на ну индикаторы как вы знаете есть на каждый режим то есть ну в лечебных учреждениях чаще всего используют индикаторы четвертого класса цена качества там ну есть у нас и пятого и шестого класса вот индикаторы ну и провести с использованием этих индикаторов провести рабочие режимы стерилизаторов вот провести а вот провести обязательно тест на герметичность то есть после того как мы подключили стерилизатор конечно надо обязательно проверить качество затяжки контактов качество затяжки трубопроводов хотя я вам скажу что ни один стерилизатор не выходит с завода не проверены несколько раз на всех режимах там все остальное но тем не менее транспортные какие-то передвижения но температурные перепады естественно могут быть когда температура на улице ниже нуля там в помещение занесли мы должны его выдержать определенное время там чтобы он прогрелся прогрелся металл там после этого его уже подключать и запускать вот поэтому ну естественно нам все это надо просмотреть протянуть чтобы где-то не слетел контакт не все трубопроводы были протянуты хомуты там все остальное вот хотя я еще раз повторяюсь ни один стерилизатор с предприятия не выходит по несколько раз не проверены вот все тогда мы проводим ну вот после транспортирования и хранения при отрицательных температурах выдержать стерилизатор при комнатной температуре в течение суток распаковать стерилизатор на коробке стерилизатора SPVA-75 проверить датчики наклона на предмет срабатывания снять короб снять пленку и скотч провести внешний осмотр стерилизатора на предмет механических повреждений наличие пломб убедиться в отсутствии деформации или царапин панели в случае обнаружения несоответствия составить акт с описанием дефектов упаковки ну дальше сетевой кабель освободить достать из стерилизационной камеры ZIP и комплект документации проверить комплектность в соответствии с разделом три паспорта распаковать произвести внешний осмотр стерилизатора проверить комплектность в соответствии так ну о болтах на поддоне я уже рассказал стерилизатор SPGA 100 установить на подставку о чем я тоже рассказал значит смотрите инструкция по сбору подставки под SPGA расписано очень хорошо доступно единственное часто возникает вопрос там есть болт не надо прикручивать стерилизатор к ножкам вкручиваются болты там головки под шестиграней головками вверх и вот там в отверстие которые есть на станине стерилизатора надо попасть на эти болты и он не будет тогда смещаться и не забывать вкручивать регулировочные ножки в подставку вот это это очень важно ну вот о нулевом проводе я вам подробно рассказал и даже это рассказал по подключению манометров значит манометры идут отдельно это в зипе значит если чтобы правильно поставить манометры значит смотрите подводящий трубопровод на них имеется маркировочная бирочка где парогенератор где камера вот но прежде чем поставить прежде чем прикручивать надо необходимо поставить прокладки на манометр который тоже есть в зипе и закрутить придерживая двумя ключами манометр и закручивать гайку трубопровода если что-то не так пошло у вас лучше повторить всю эту операцию но не пытаться закручивать потому что можно обломить как сам трубопровод так и сломать манометр как вы знаете механические повреждения это не считается гарантийным случаем вот ну все мы смонтировали ознакомились с кнопками с режимами сейчас мы пять минут отдыхаем перекуриваем и потом поговорим значит о проверке стерилизатора в рабочем состоянии проведения тестов и ну некоторые моменты по поиску неисправности и устранение их на изделии вот ну и конечно же регулировки самых таких необходимых вещей как запорное устройство двери или крышки предохранительный клапан концевой выключатель ну в данном случае двери ну вот и так как у нас сейчас используется парогенератор новой конструкции мы с вами поговорим о замене тенов в случае такой необходимости все пока перекуриваем тенов Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Повторюсь, что при контроле, при вводе в эксплуатацию мы должны провести термометрирование камеры, провести тест БОВИДИКа, вакуум-тест и контрольные режимы провести. Все это оформляется актом ввода в эксплуатацию. Но это в дальнейшем и для вас необходимо, потому что вы провели и проверили это все. Ну а теперь давайте я вам, ну такой один из тестов, который вам придется периодически применять, и чтобы вы знали, что, как им пользоваться этим тестом. Это тест для проверки блока управления и пульта. Значит, мы подаем питание, включаем. Значит, начало запуска у нас протестировался. Если, значит, у нас высветился выбранный режим, значит, мы можем перейти к проверке, к тестированию блока управления и пульта, как это делается. Отключается питание. На блоке управления есть переключатель. Мы его переводим в режим ОВ, включено, в тестовый режим. Вот он, переключатель. Аналогичный переключатель находится на SPVA-75. Включаем, подаем питание, включаем автомат. Так, значит, по каким кнопкам, что у нас проверяется? По кнопке сброс пара мы... Так, стоп. Так, значит, ОВ это у нас рабочий режим. Отключены. Это тестовый. Значит, переключили выключатель. Включаем, подаем питание. У нас на верхнем табло бегущие латинские цифры. Если зависания нет, все прошло, значит, уже тест прошел. И потом начинает бегать ноль. По кнопке сброс пара мы проверяем, значит, индикацию, тест индикации. Вот смотрите, мигают поочередно все светодиодики, даже точечки. И все проверяется. Вот на кнопке сброс пара сработало, на режимах работает. Значит, тест индикация. Все, тест индикация прошел. Проверяем тест время. Значит, по кнопке минуты. Значит, на верхнем табло мы видим цифру 32, на нижнем 768. Значит, выходим из этого теста. Также нажатием кнопочкой минуты выходим. Так, следующий тест, это тест часы, называется, по кнопке цикл. Нажимаем кнопочку цикл. И у нас цифры, отображаемые на верхнем и нижнем цифровом табло, должны совпадать. Значит, выходим из этого, вот как видите, единичка, единичка. Выходим также по кнопочке цикл. Ну, вот это вот очень хороший тест. Это АЦП-тест. Это мы проверяем датчики температуры. Значит, входим в режим по кнопочке C, температура. Значит, выбираем первый режим, вот он светится у нас, где показывает температуру камеры, верхнее табло, и сопротивление в Омах, датчика температуры, вот, 110, где-то 23,5. Если же мы выбираем режим 2, следующий режим, то у нас температура в парогенераторе и сопротивление в Омах, датчика температуры. То есть, смотрите, что мы увидели, что температура камеры и парогенератора 23 с чем-то, а сопротивление 110 Ом, все примерно одинаково. Так что этот тест мы тоже провели. По кнопочке, то есть по той кнопке, по которой мы входим, по ней же и выходим. Температурный, кнопочка температуры, по ней зашли в тест и по ней вышли. И вот тест управления по кнопочке режим. Выбираем кнопочку режим и последовательно выбирая, вот высвечивается, один, выбираем, то есть мы проверяем работу электромагнитных клапанов. По порядку все проходим. Третий клапан, четвертый, пятый. Вот, и в обратную пошли. Ноль, это подача питания на нагревательные элементы. То есть, опять по кнопочке режим мы вышли из этого теста. Если при этом хоть один из тестов, которые мы сейчас просмотрели, не проходит, то в таком случае блок управления считается неисправным. Если не выполняется, хотя бы один тест. В этом случае неисправный блок управления вместе с пультом необходимо снять и отправить в адрес предприятия изготовителя. Для этого необходимо отключить стерилизатор от сети питающего напряжения, отсоединить кабель пульта от разъема блока управления и снять плату с приборной панели управления и, конечно, отправить, как уже я ранее сказал, в адрес предприятия. Для того, чтобы вернуться в рабочий режим, мы отключаем стерилизатор от питания, включаем переключатель в положение OFF, запускаем. Все. Он обозначил нам выбранный режим. Надо еще помнить, что стерилизатор запоминает последний отработанный режим включается или включается первый режим. Вот как бы эти две функции. Смотрите, что у нас... Это вот тест по регулировке... Ой, это... По пульту питания и блока управления. Есть коды ошибок, которые расписаны, и просто надо уметь их правильно читать. Теперь по регулировке каких узлов наиболее часто нам приходится сталкиваться. Ну, это в первую очередь клапан предохранительный. Значит, при проверке клапана на подрыв, если он не сработал, его необходимо отрегулировать. Или наоборот, если обычно все клапаны у нас отрегулированы на давление 2,8, если при давлении 2,5, какое бывает в парогенераторе, клапан начинает подпаривать, там, и вот он также следует регулировке или ремонту. Значит, отпускаем гайку, контргайку. Затем ключом регулируем регулировочную втулку. Если у нас он не держит давление, то, значит, нам надо немножко поджать пружинку, которая находится на штуке внутри. Значит, прикручиваем регулировочную втулку. Затем мы должны оставить зазор втулки между верхними гайками от 0,6 до 1 мм, чтобы мог ходить внутри шток. Вот видите, есть люфт. Оставить такой зазор и законтрагайить верхними двумя гайками. Ну, две гайки, чтобы не раскручивалось. Конечно, все это надо проводить с соблюдением техники безопасности, чтобы не было выброса в вас пара. И, чтобы не обжечь, конечно, это нужно проводить в перчатках работы. Еще часто с чем приходится сталкиваться, это регулировка прижима или плотности прилегания к двери. Для чего это необходимо? Для того, чтобы была создана герметичность камеры и для того, чтобы не повредить прокладку кольцевую. Для этого мы можем, если плохо прижимается, увеличить выход ригелей по окружности. Что для этого мы делаем? Есть отверстие на защитной... Вот, отверстие, где отверткой мы можем увеличить или уменьшить ход центрального винта. Видите, какой он смазанный? Он должен быть всегда такой. Смазывается он не реже, чем один раз в 6 месяцев. Ну, это руководство по эксплуатации, пункт 9, техническое обслуживание. Вы должны это выполнять с маской ЦИАТИМ-221. Вот. Отрегулировав правильно прижим двери, мы избавляемся или от негерметичности, или преждевременного разрыва прокладки уплотнительной или кольцо, как еще называют. Сразу раз о ней заговорили, также в техническом обслуживании прописан уход за прокладкой. Мы должны ее... Ну, как бы больше это возлагается на медицинский персонал. Периодически мыть слабым мыльным раствором и хотя бы раз, ну, если в зависимости от сколько циклов делают в день, там, ну, тальковать прокладку, чтобы она не прикипала к стенке двери. Вот. Еще с чем периодически приходится сталкиваться с регулировкой, это положение концевого выключателя двери. Значит, как он регулируется? Здесь вот есть регулировочный винт. Значит, мы... Смотрите, сейчас я включу. Вот у нас мигающий светодиодик, что дверь у нас открыта. Начинаем заворачивать. Все, завернули. Он загорелся. А, потух. Вот. Все, значит, дверь у нас закрыта. Если необходимо отрегулировать, вот до упора закрыли, два оборота отпустили, и в этом положении надо отрегулировать, отпустив стопорную гайку винтом. вот сейчас я его отпускаю. Вот он стал мигать. Начинаю заворачивать. Все, потух. Вот в этом положении, как только уже четко сработал, потух, мы оставляем в таком положении концевой выключатель. Все, открыли, он замигал. Так регулируется концевой выключатель. Ну, по техническому обслуживанию я сказал, что это все четко прописано в руководстве. Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в три месяца. И уже там регламентная карта есть в руководстве, что когда делается, через какой промежуток времени, кем осуществляется. Ну, есть операции, которые проводятся медицинским персоналом. Это ежедневно, еженедельно и все остальное. Ну, а для технического персонала это прописано как бы не реже одного раза в квартал. Вот. И что мы должны делать? На что обращать внимание? Значит, ну, в первую очередь это качество затяжки электроконтактов, затяжка трубопровода всех. Раз в шесть месяцев мы должны подрывать предохранительный клапан, проверять его на функционирование. При необходимости его регулировать, если не удается разбирать, чистить, если что-то попало туда и опять регулировать. если же не удается это неисправность устранить, значит, клапан подлежит замене. Вот. Очистка парогенератора от накипи проводится только химическим путем, то есть заливается раствор для удаления накипи и нагревается в любом из режимов до температуры 60-70 градусов, выдерживается в течение часа, по-моему, и потом сливается, промывается водой и заливается уже чистой водой для работы. Но бывают случаи, конечно, выхода из строя мембраны запорного блокировочного устройства. Мембрана стоит вот внутри вот этой камеры, значит, это все соединяется оно через отверстие в двери и при наличии избыточного давления мембранка давит на узел, в который установлен шток, а шток упирается в центральный запорный винт заходит в выемку там при избыточном давлении и фиксирует и значит, при наличии давления, не применяя, конечно, сил, это устройство предохраняет нас от открывания двери при наличии давления. Вот как бы все, что так часто, более-менее часто приходится регулировать, смотреть, обслуживать. вот. Теперь я хочу вам показать наш новый парогенератор, потому что здесь немножко никак, если кто сталкивался уже с нашими изделиями, не как обычно меняются нагревательные элементы. Все дело в том, что изделие выполнено вот таким образом, что боковые нагревательные элементы меняются через центр. и при выходе из строя одного из боковых элементов мы должны снять центральный нагревательный элемент. Как это сделать? Сейчас откручиваем, ну, естественно, в первую очередь мы снимаем, откручиваем... Снимаем это. Отключаем естественное электропитание от стерилизатора, сливаем воду из парогенератора, снять левую панель под приборной панелью. Ну, у нас открытые все панели, вы видели, что доступ к нагревательным элементам у нас открытый. Отсоединить провода от электронагревателей, отвернув гайки М4, ну, то есть питание подается на нагревателя. Отвернуть две гайки М18 крепления нагревательного элемента, среднего нагревательного элемента. Придерживая за изоляторы, снять металлическую и центрирующую пластины. Две пластины там стоят, металлическая и центрирующая, которые, чтобы тен заходил в это отверстие. Затем снять две металлические шайбы, которые стоят на тенах, уже непосредственно на резьбе тенов. вытащить через окно резиновую прокладку, которая там же установлена на нагреватель, уже на резьбе нагревателя. Опустить электронагреватель в поддон парогенератора полностью и через окно снять вторую металлическую пластину. То есть вот эти металлические пластины, когда уже опустим, там снимем. Ну, после этого извлечь из поддона электронагреватель, снять боковые, если необходимо, снять боковые нагревательные элементы, отвернув гайки М18 и опустив их в поддон и через центральное окно вытащить электронагреватель, повернув его в сторону окна. То есть вытаскиваем, разворачиваем его и выводим уже в это центральное отверстие. Ну, и в обратном последовательности собираем. Если нам необходимо менять боковые, установить боковые нагреватели, на резьбовые части надеть прокладки уплотнительные, через центральное окно ввести электронагреватель, повернуть в сторону отверстия, через отверстие вывести концы и закрутить гайки М18 до упора, установить центральный электронагреватель. Ну, и все также установить эти шайбы, надеть центрирующую пластину и вытащить концы нагревателя из поддона через окно. Надеть вторую металлическую пластину и накрутить гайки М18 равномерно притягивая электронагреватель до упора. Подключить электрические контакты проводов к электронагревателям, установить, ну, это уже собрать стерилизатор там. Ну, предварительно, конечно, надо проверить, чтобы не было течи у нас. Ну, и одно из предложений для удобства снятия установки электронагревателей рекомендует использовать крючок, изготовленный из проволоки диаметром 1 мм с одним концом длиной от 5 до 7 мм, Который согнут на 90 градусов. Ну, то есть, буковкой Г получается такой. И мы его туда вводим, и он им удерживаем внутри нагревательный элемент, потому что рукой-то мы можем и не удержать здесь, его туда проталкиваем подальше и внутри уже придерживая его как удлинитель получается нашей руки, придерживаем и заводим нагревательные элементы в отверстие. Вот. Ну, с центральным нагревательным элементом у нас это получается как бы немножко попроще. Вот. Так что, уважаемые коллеги, ну, вот как бы в целом, что мы планировали вам сегодня рассказать и показать, я свою миссию выполнил. но вот еще у нас есть такой момент, который внедряется у нас сейчас в практику. Это помощь как для вас, вот, чтобы у вас всегда под рукой находилась инструкция. Вот. У нас сейчас, если видите, на новых стерилизаторах наносится QR-код. Вот. На 75-м тоже самое. и вот смотрите, как им пользоваться. Наведите объектив камеры смартфона на QR-код, расположенный на оборудовании, и сделайте фото. На фото QR-код должен занимать не менее 3,4-х от площади экрана. Фотография должна быть четкой. Это как бы первое. Второе. При наведении объектива камеры на QR-код на экране появляется всплывающее окно сообщения от QR-код веб-сайта открыть в таком-то браузере. Америс роу в браузере. Это вторая операция. Третье. Нажимаем на всплывающее окно и переходим на сайт Amedis Engineering. На странице сайта можно выбрать удобный для вас мессенджер для дальнейшей работы с чат-ботом. После перехода в мессенджер открывается чат Amedis Engineering. И пятое последнее в поле сообщения загружаем фото QR-кода сделанное в пункте 1. После загрузки появляется меню. Это значит, что чат-бот готов к работе. Вот меню. В меню выбираете необходимую вам функцию, которую вы хотите просмотреть и открываете и смотрите. Вот такая сервисная поддержка. Пробуйте высказывайте, пишите свое мнение. Сейчас мы постараемся ответить на ваши вопросы. Я жду от вас и буду пытаться помочь вам ваших... Слушаю вас. прошу, задавайте вопросы, если есть такие. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Может быть, им писать? Все техническая неувязка коллеги. уважаемые коллеги. Что-то у нас пошло не так, поэтому если есть какие-то вопросы, у вас есть наша почта, есть электронная почта, есть телефон, мы готовы вам помочь оказать содействие в кратчайшие сроки. Благодарю за внимание, всего доброго, удачи, относитесь к оборудованию с надлежащим требованиями. Время нужно с в 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 Продолжение следует...